Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Меня зовут Муратов Рахат Асанулы. Тема нашего сегодняшнего занятия – практическая работа номер 19 – решение качественных и вычислительных задач. Цель обучения – применять формулу кинетической энергии при решении задач, применять формулу потенциальной энергии тела, поднятого над Землей при решении задач. Задача номер 1. Какой кинетической энергией обладает первый в мире искусственный спутник Земли массой 84 кг? Скорость спутника – 7,8 км, делённый на секунду. Записываем дано. Масса спутника – 84 кг. Скорость – 7,8 км, делённый на секунду. Необходимо найти кинетическую энергию спутника. Ей кинетическую – неизвестно. Для начала нужно перевести скорость в систему Си, то есть км, делённый на секунду, переводим в метр, делённый на секунду. Получаем 7,8 умножить на 10,3 км, делённый на секунду. Первое действие. Чтобы определить кинетическую энергию, нам сначала нужно записать её в формулу, по которой она определяется. Е кинетическая равна МВ квадрат, делённый на 2. Второе действие. Теперь мы можем подставить наши данные в данную формулу. 84 кг умножаем на 7,8 умножить на 10,3 км, делённый на секунду. Скорость в квадрате делённая на 2. Получаем 2,555 гига джоуль. Записываем ответ. Е кинетическая равна 2,555 гига джоуль. Первая задача решена. Задача номер 2. Вертолёт массой 30 тонн поднялся вертикально вверх на высоту 10 км. Какова энергия самолёта? Записываем данное. Масса вертолёта 30 тонн. Поднялся на высоту 10 км. Высота аж 10 км. Какова энергия самолёта? Энергия неизвестна. Сначала переводим все единицы измерения в систему Си. Масса 30 тонн. Это 30 умножить на 10,3 кг. Высота 10 км. Это 10,4 метра. Решение. Первое действие. Чтобы определить энергию, сначала мы должны записать формулу. В данном случае мы находим потенциальную энергию тела, так как оно поднято вверх. Е потенциальное равно М, Ж, Х. Второе действие. Теперь мы можем подставить наши данные в формулу и потенциальное равно 30 умножить на 10,3 кг умножить на 9,8 метр делённый на секунду в квадрате и умножить на 10,4 метра. Равно ответ 3 умножить на 10,9 кг или 3 кг записываем ответ Е потенциальное равно 3 кг задача решена Задача номер 3 В каком соотношении находится энергия поднятого над столом на высоту 0,5 метра бруска и энергия того же бруска движущегося по горизонтальной поверхности стола со скоростью 12 метров в секунду Итак, записываем данное Высота H равна 0,5 метра Скорость 12 метров в секунду Необходимо найти соотношение энергии Е кинетическое делить на Е потенциальное Для начала нам нужно найти кинетическую энергию и потенциальную энергию Первое действие мы записываем формулу кинетической энергии Е кинетическое равно МВ квадрат деленное на 2 Второе действие Определяем кинетическую энергию Е кинетическое равно 120 метров в секунду 12 метров в секунду МВ квадрат умножить на М делить на 2 равно 72М Третье действие. Записываем форму потенциальной энергии, где потенциально равно mgh. Четвертое действие. Вычисляем потенциальную энергию. h у нас 0,5 умножаем на g. g 9,8 округляем до 10. То есть умножить на 10m. Получаем 5m. Пятое действие. Теперь мы можем найти соотношение данных энергий. e-генетическое делим на e потенциальное. 72m делить на 5m. m сокращаем. Остается 14,4. Записываем ответ. e-генетическое делим на e потенциальное. Равно 14,4. Задача решена. Задача номер 4. Чему равна потенциальная энергия 1 литра воды на высоте 2 метра? Записываем в данное. У нас есть объем воды равен 1 литр. Есть высота. Аж 2 метра. Необходимо найти потенциальную энергию. И потенциальное неизвестное. 1 литр мы переводим в метры кубические. Это 10 минус 3 метров кубические. Решение. Первое действие. Мы записываем в формулу потенциальной энергии. И потенциальное равно mgh. Второе действие. Нам необходимо найти массу. Масса определяется по формуле ρ умножить на v. Где ρ это плотность жидкости. v это объем. Плотность воды 1000 кг на метр кубический. Мы умножаем на наш объем. На 10 минус 3. Получаем 1 кг. Теперь мы можем найти потенциальную энергию воды. Третье действие. Е потенциальное равно 1 кг умножить на 10 метров, деленное на секунду в квадрате. Мы g округляем до 10 и умножаем на 2 метра. Получаем 20 джоулей. Записываем ответ. Е потенциальное равно 20 джоулей. Задача решена. Задача решена. Продолжаем. 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 Продолжаем.